Аманат это когда два человека садятся за стол, ведут разговор, даже если они друг другу не сказали, что этот разговор должен остаться между нами, шариат обязывает их оставить этот разговор между ними. Мы с вами видим, как разговор может какой-то мужчина взять, записать и передать его, и разослать его на все просторы интернета. Разве так мужчины поступают? Ас-саляму алейкум ва рахмату Аллахи тааля ва баракату. Передается, что однажды посланник Аллаха, когда вместе со своими сподвижниками шел по одному пути, он остановился, сделал дуа, и по окончании данного дуа он обратился к своим сподвижникам и сказал, Ко мне были неспосланы 10 аятов Кур'ана, и человек, который будет придерживаться, который будет, так скажем, хранить вот эти 10 аятов и будет следовать им, то этот человек непременно войдет в рай. И какие же это у нас 10 аятов? Это 10 аятов, первые 10 аятов суры Аль-Му'минун. Всевышний Аллах в Кур'ане говорит, бисмиллахи рахмани рахмим, Кад афляхал му'минун садакаллаху аль-разим. Вот смысл людей, вот уверовавшие во Всевышний Аллах люди, му'минны, они приобрели счастье. И далее в следующих аятах Всевышний Аллах дает определение этих, вот определение качества этих уверовавших во Всевышний Аллах людей, которые приобрели счастье. Всевышний Аллах в Кур'ане говорит, бисмиллахи рахмани рахмим, Аль-Лазинахум фи салатихим хаши'ун, садакаллаху аль-разим. Первое качество, это те люди, которые смиренны в своих намазах. Вот Ибн Касир в толковании к данному аяту пишет, что сподвижники, говорит, когда они совершали молитву, у них была такая обычая, ну такая вот привычка, что они могли смотреть в небо, поднимали свой взор и во время молитвы смотрели наверх. И после того, как был неспослан данный аят, сподвижники, рады Аллаху ангум, они отпустили свой взор и смотрели в то место, куда они будут делать земной поклон. И также они друг друга тоже к этому призывали. И они говорили, что даже если человек хочет приподнять свою голову, что пусть этот человек зажмурится и не смотрит на небо. То есть нас с вами они призывали, чтобы мы смотрели в то место, где мы будем совершать земной поклон. Почему? Потому как именно в тот момент, когда мы смотрим на земной поклон, то есть в то место, где мы будем совершать земной поклон, оно становится причиной для смиренности в намазе. Далее, второе качество людей, о которых сегодня Аллах сказал, что эти люди приобрели счастье, это у нас следующий аят. «Ва ладзина хум ани лягви ма рядун». Это люди, которые отходят от лягву. Что такое лягву? Ибн Катири Толковани пишет, что лягву — это весь разговор, от которого нет пользы. Сподвижники, говорят, были такими людьми, что когда велся какой-то бесполезный разговор, они уходили от этого места, они не находились там. Давайте сегодня возьмем нас с вами. К примеру, если мы зайдем, будет это кому-то домой, будет это в гости, в кафе, в ресторан, разницы нет, куда бы мы с вами ни зашли, мы очень малые проценты людей найдем, которые будут вести полезные разговоры. Большинство из них даже не то, чтобы бывают нежелательными. Большинство разговоров у людей сегодня запретны. Это гибат, это бухтан, это клевета. И вот подобные разговоры наговаривают друг на друга. И, конечно же, наш образ жизни, когда мы с вами говорим про ислам, и когда мы с вами хотим соответствовать исламу, образ жизни нынешних мусульман, он противоположен к тому, к чему прозвало апостольник Аллаха, к чему прозвались подвижники, таби'ины и все ученые. Почему? Потому как мы с вами даже от запретного, от харамного разговора или же отойти, или же как-то приостановить мы с вами не можем. То есть качество тех людей, которые приобрели счастье в этом мире, их качество является, чтобы они отходили от запретных разговоров, чтобы они отходили от нежелательных разговоров и даже от разговоров, которые дозволены, но бесполезны. Третье качество. Сегодняшний Аллах в Коране говорит, Это люди, которые выплачивают закат. То есть имущество, люди, которые выплачивают закат, от своего имущества обязательны. Четвертое качество. Это у нас следующий аят. Бисмиллах в Коране. Это те люди, которые сберегают свои половые органы. Следующим качеством является, которое Всевышний Аллах дает уверовавшим во Всевышний Аллах людям, которые приобретут счастье. Это следующий аят. Исмиллах рахмани рахмани рахмани. Валлязинахум лифоруджихим хафизун. Это те люди, которые сберегают свои половые органы. Сберегают их от зина. В другом аяте Всевышний Аллах говорит, чтобы мы с вами даже не приближались к зина. Каким образом у нас может быть приближение? Приближение к зина – это у нас разговоры с посторонними женщинами, переписки, общение и все то, что нас с вами может привести к зина, к этому прелюбодьянию. Чтобы мы с вами хранили свои половые органы от этого. Следующее качество, которое Всевышний Аллах дает людям, которые приобрели счастье в этом и в мире вечном, это следующий аят. смысл такой. Это те люди, которые оправдывают доверенные им и люди, которые сдерживают свой договор. Что такое аманат? Аманат – это доверенное, это то, что остается между двумя мужчинами или женщинами. Или же аманат – это когда нам с вами доверили что-то на хранение и мы ее возвращаем таким же образом, как нам с вами ее доверили. Возьмем, к примеру, наше с вами время. Аманат – это когда мы с вами ведем переписку с одним человеком и это к третьему человеку не передается. Аманат – это когда два человека садятся за стол, ведут разговор, даже если они друг другу не сказали, что этот разговор должен остаться между нами, шариат обязывает их оставить этот разговор между ними. Это есть аманат. А мы с вами в этом мире что видим, дорогие братья? Особенно в наше с вами время. Мы видим, как разговор, который был между двумя-тремя мужчинами, как этот разговор выходит оттуда. Мы с вами видим, как разговор может какой-то мужчина взять, записать и передать его, и разослать его на все просторы интернета. Разве так мужчины поступают? Это не качество тех людей, которые приобрели счастье в этом мире и мире вечном. Далее Всевышний Аллах говорит «Ва лязинахум аля салаватихим юхафизун» Это те люди, которые сберегают свои намазы. Каким образом нужно сберегать намаз? Что же это означает? Сберегание намаза, уважаемые братья, как посланник Аллаха саллиллаху алейсаляма сказал, лучшее деяние – это у нас вовремя совершенный намаз. Сбережение намаза заключается в следующем. Совершить намаз своевременно. Далее дополнить этот намаз с суннатами, которые нам, с вами посланник Аллаха саллиллаху алейсаляма, оставил. То есть, таким образом, чтобы человек полноценно пытался сберечь свой намаз, чтобы его намаз был полноценным, чтобы хранить свой намаз. И эти люди, которые будут сберегать вот эти все семь качеств, о которых Всевышний Аллах сказал, описывая людей, которые уверовали Аллаха, которые будут приобретать счастье в этом мире и мире вечном, эти люди непременно пойдут в рай. Почему? Потому как Всевышний Аллах далее в следующем аяте говорит «Бисмиллаху рахману рахмиму» «Ула-икахуму л-варитун» Это люди, это наследники. Это люди, которые унаследуют джаннатуль-фирдаус. Джаннатуль-фирдаус – это у нас фирдаус – самая высшая степень в раю. Люди, которые будут совершать намазы смиренно, люди, которые будут от запретного, от нежелательных разговоров, от разговоров, которых нет толка, которые будут отходить, отворачиваться. Далее люди, которые будут выплачивать закат, люди, которые будут сберегать свои половые органы, люди, которые будут оправдывать то, что им доверили, которые будут сдерживать договор, и люди, которые будут сберегать, совершая полноценным образом намаз, эти люди непременно прибудут в джаннатуль-фирдаусе наивущей степени в раю. Пусть Всевышний Аллах даст в первую очередь мне, затем и вам следовать этим десяти аятам, о которых, посланник Аллаху саляму сказал, тот, кто сохранит и будет следовать этим десяти аятам, непременно будет счастлив в мире этом и вечном. Ас-саляму алейкум, арахмату Аллаху и Та'ала и Баракату.